В нашей студии гость, заместитель начальника МРЭО ГИБДД Алексей Сергеевич Зинько. Доброе утро. Доброе. Тема беседы интересная. Для большинства наших зрителей это уж точно. Мы поговорим в ближайшие несколько минут о водительских удостоверениях. Потому что в последнее время и в связи с пандемией, ну и самоизоляцией возникало множество вопросов. Что делать, если у тебя, например, в мае закончилось водительское удостоверение, до какого времени действительно нужно ли сразу бежать, дистанционно получать. В общем, на все эти вопросы получим ответы. С чего начнем? Ну, сейчас, во-первых, давайте начнем с того, что сейчас, как мы уже за кадром поговорили, можно получать в обычном порядке. Ну, учитывая, нужно прийти в маски, там перчатки нужны. Обязательно. Нужны перчатки, нужна маска, но в целом уже все идет своим чередом. Окна работают. Работают в полном объеме, как по государственным услугам, так и живая очередь. А вот давайте немножко вернемся, да, в май, в июнь, когда, ну, я так думаю, что, наверное, возможности такой не было. И у людей в этот период закончились права. Как вот у них были какие-то там отступления от правил, когда их, например, останавливали? На основании постановления правительства 410, у кого водительская закончилась с 1 февраля по 15 июля включительно, эти граждане не привлекались к административной ответственности. С 1 февраля? С 1 февраля по 15 июля. Почему с февраля? Ну, так вот. Там 1 февраля-то еще все работало. Это же март все работало. Значит, данным гражданам срок водительского продлен до 31 декабря 2020 года включительно. То есть в этот период, у кого закончилась водительская, граждане имеют право поменять их без каких-либо привлечений к административной ответственности. До декабря поменять, в любое время. Каким образом сегодня можно поменять? Записаться через госуслуги. Самый оптимальный вариант – это записаться через портал государственных услуг на определенное время, на определенный пункт обмена и выдачи, оплатить государственную пошлину со скидкой 30%. Прийти к назначенному времени и поменять водительское. Пригласят, сфотографируют, проверят все документы. Я просто вспоминаю, когда получали там еще даже 10 лет назад очередь, там, я не знаю, мне кажется, я часа полтора или два тогда провела в очереди, а сейчас вот в декабре я делала уже через госуслуги. Пришел, тут же все подал, никаких ни очередей, ни проблем. Единственное, у меня всегда вопрос, почему на правах мы все такие страшные? Женя, говорите за себя. Алексей Сергеевич, что нужно, какой пакет документов для того, чтобы обменять водительское удостоверение, у которого истек срок годности? Во-первых, паспорт гражданина. Так. Медицинская справка. Старое водительское удостоверение. И личное присутствие. И личное присутствие. В каких случаях медицинская справка нужна? Только при замене? Вот, например, я не знаю, человек потерял водительское удостоверение, но у него срок еще не закончился, или поменял фамилию, или еще какие-то ситуации. Данные граждане могут получить водительское удостоверение на оставшийся срок старого водительского. Если они хотят получить водительское на 10 лет, новое уже, то они обязаны предоставить медицинскую справку. А сколько справка сейчас работает, так скажем? Один год срок действия медицинского заключения. Смотрите, справка выдается... У меня все время просто вопрос такой был. Вот справка на один год, а права на 10 лет. А если через два года с человеком что-то случается? Ухудшается зрение, психическое расстройство? Это же не учитывается уже? Ну да, 10 лет срок-то приличный. Да, значит, если у гражданина ухудшается зрение, какие-то другие медицинские показатели, это все отправляется в медицинское учреждение, после этого приходят бумаги к нам, мы отправляем для рассмотрения в прокуратуру, подготавливаются исковые заявления, и водительское удостоверение, согласно решению суда, аннулируется. Тем самым уведомляют гражданина, пользователя этого водительского удостоверения, что по медицинским показаниям он не имеет права управлять транспортным средством. И водительское должно будет изъято быть. Гражданин сам обязан сдать. Если, например, я получала права в Красноярске, я прописана в Красноярске, срок истек, а я в этот момент нахожусь, не знаю, в Екатеринбурге, в Москве, где угодно, но некоторые же уехали и живут, и пользуются там правами. Вот в этой ситуации как быть? Нужно ли им ехать в Красноярск, ну, по месту там, где они получали, чтобы поменять, или можно пойти в любое ГИБДД любого города, другого? Как я ранее уже сказал, нужно будет предоставить медицинскую справку, паспорт водительской и оплатить государственную пошлину. То есть вы проходите в том месте, где находитесь, медицинское отсветительство, берете медицинскую справку и идете в подразделение ГИБДД. А, то есть неважно, в каком ты в этот момент городе находишься, в любом тебе выдадут права при условии, ну, достаточного пакета документов. Если прослушали, не запомнили, где можно почитать, на каком сайте, или может быть номер телефона? Официальный сайт ГИБДД.ру, ну, и госуслуги.ру, там тоже можно почитать. Да, записаться, и помните, не только там можно со скидкой оплатить пошлину на получение водительского удостоверения, но и других документов, такие как паспорт, загранпаспорт и так далее. В общем, пользуйтесь, и до декабря этого месяца успевайте обменять свое водительское удостоверение, чтобы оно потом не перешло в ранг недействительных.